С первых дней пребывания на родине обнаружилось, что советскому Гоголю негде жить. Дом на Арбате, где прошло его детство и юность, был занят чужими людьми. Другое жильё предстояло ещё заслужить. После скитаний по друзьям и знакомым ему пришлось снять две комнатки в дачном посёлке Кучино под Москвой. — Скольких, скольких втайне сжигает полевая мечта, О, русское поле, русское поле! Дышишь ты смолами, злаками, зорями, Есть где в твоих просторах русское поле Задохнуться и умереть. Андрей Белый, Серебряный голубь. Начинался счастливый, проветренный революцией быт. Сахар по талонам, мука по карточкам, керосин в бесконечных очередях. Бытик, расплющивающий всякую оригинальную и новую мысль о мире и жизни. Жил переводами, иногда печатался маленькими тиражами. МХАТ поставил спектакль по роману «Петербург». Роль сенатора Аблеухова сыграл Михаил Чех. Я держусь мнение, что Спенсер был прав, выводя из игры достижения высших способностей. И облизнулся, как кот перед мясом, на мысли свои. Меж игрой и фантами нет перехода, и нет перехода меж знанием, выпрямился озирая их всех. И фантазией так полагал Пирогов, и огладился, так полагаю и я. Андрей Белый, Маски. Родина Свинтицком Те же росы, откосы, туманы, Над бурьянами рдяный восход, Холодеющий шелест поляны, Голодающий бедный народ. И в раздолье на воле неволя И суровый свинцовый наш Край нам бросает с холодного поля, Посылает нам крик. Умирай, как и все умирают! Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз, Безысходные возгласы слышишь И рыдань, и жалоб, и слёз. Те же возгласы ветер доносит, Те же стаи несытых смертей Над откосами косят, над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, Проклятая, железной судьбой, Мать Россия, уродина злая, Кто же так подшутил над тобой? 1908. Москва Состояние Андрея Белого было на пределе. Поэта держали в постоянном напряжении. Кто-то, казалось, с умыслом Давил на его психику, нагнетая нервозность и страх. Ему угрожали на улице. В его комнате внезапно газ свет. Неизвестный всю ночь бродил вокруг дома, заглядывая в окно. Волк. Мы по жизни проходим волками. И жизнь есть волковная. Пора бы, пора её к чёрту. Москва под ударом. В целом, картина, вполне знакомая рядовому советскому обывателю. Хулиганёв подворотни, перебои с электричеством, домушники. Но для символиста и декадента происходящее превращалось в грозный мистический знак скорой гибели. Звёзды, зернистые искры, метаемые, как икра, как-то зря, этой рыбой вселенной. Глаза прозвездило до мозга. Андрей Белый маски. Однажды по дороге в издательство его, как бы случайно, толкнули под трамвай. Поэт остался жив, хотя получил сильный ушиб. Был подавлен и сник. В белой, прелестничной, под эпистолем колонным, был крупный давёж. Яролаж голосов. Защемили мадам де Моргасько. Вдруг сверху на лестнице куча, над нею, над нею, её обгоняя, неслись, перепрыгивая через ступеньки. Вдруг кто-то стрельнул сверху вниз, приподпрыгнул, перепропрыгнул, стуча, приподприг, переподприг, переприкап луками, испрыгнул. Все рты разотрали. rescue Несут. Не хотелось увидеть, как мимо протащина. И, и где? Где? Где, где? Не толкайтесь, коллега, и я хочу видеть. Позвольте же. Где? Га-га-га-га. Га-га-га-га. Что? Как? Где? Протащили. Никто не увидел. Тащившие спинами загородили. Увидели лишь среди тел кто-то взъёрзнул и пал. Болтыхнулся каблук. Голенище нечищенное с неприятно засученной чёрной штаниной торчало из спин. Не лицо юбиляра. Так тащат ереси учителя. Свергнут со скал. Андрей Белый. Москва под ударом. Город. Выпали жёлтые пятна. Охнуло точно в бреду. Загрохотало невнятно. Пригород, город. Иду. Лето. Бензинные всхлипы. Где-то трамвай тарахтит. Площади пыльные липы. Пыли пылающих пли. Рыщи. Не люди, но звери. Дом точно каменный ком. Смотрятся трещины двери. И чернодыры окном. 1907-1925. Не читайте ему сказок. У него слишком пылкая фантазия, заявил доктор, вызванный к ребёнку котику Бугаеву. Того мучили кошмары, и он кричал во сне. В романе «Ворон» Ольга Форш оставила яркое описание лица поэта. Лицо это было очень замечательным. Особенность его состояла в непрестанных изменениях. Мысли и чувства в таком совершенстве овладевали материалом этого лица, что для каждого мига как бы заново разрушали и созидали этому лицу новую маску. И весь он был зыблемый, переливчатый, перламутровый, словно состоял из лёгкого телесного цвета пламени. Если б закрепить, остановить выражаемое его лицом миги, то в полчаса времени получилась бы целая лестница восхождения. То заяц с прижатыми ушами, настороженный на притаившихся псов, готовый стрельнуть дугой прямо в дверь и по улице в лес. То, на другом полюсе, минуя всё разнообразие градаций, это же лицо виделось осевшим гранитным подбородком, с прямым мраморным носом, с глазами, синевшими мудростью древнего бога. Засмеялся крупнее зубами и стал мальчишкой. Конец цитаты Привыкнуть к одиночеству было невозможно. Непонимание, изоляция, заговор молчания, которым окружено было творчество Андрея Белого в стране советов, очевидное пренебрежение его литературным даром, насмехательство над личным неустройством со стороны талантливой и не очень писательской поросли, всё это было нужно принимать стоически, как неизбежность. Бежать было некуда. Ловушка захлопнулась. Где страдание, как громами охало, На сострадание переводило страдание. Повесть страдания – совесть сознания. Солнцем на тьмой у страдания – самосознание. Вспыхнуло. Андрей Белый в маске. Слабый на минутную выдержку, В пароксизме боли или экстаза, Не однажды падавший в обморок, Поэт сохранял присутствие духа и мраморную мудрость философа, Хотя, бывало, как прежде, Блистанием алмазных слёз Выдавал уязвимость сердечного переживания. Крестом и карой было его общественное положение. Он переделывал старые стихи, Работал над трилогией романов «Москва» И трилогией мемуаров на рубеже двух столетий – 1930-й, Начало века – 1933-й, Между двух революций – 1934-й. Танеев, авторитет, При мне говорил матери в Демьянове. Ваш Буренька удивительно воспитан. Откуда это в нём? Не вы, Не Николай Васильевич. Воспитывать не умеете? А у него выдержка? Не выдержка, Подводил итог своих воспоминаний Буренька. А, увы, передержка. Адреген на рубеже двух столетий. Сестре Бугаевой Не лепит лос, Не плеск воды печальный, И не звезды из искренней алмаз, А ты, а ты, А голос твой хрустальный, Блеск твоих невыразимых глаз, Редеет мгла, в которой ты меня, Едва найдя, сама изнемогая, Воссоздала влиянием огня, Сиянием меня во мне слагая. Я твой мираж, заплакавший росой, Ты над природой молодая геба, Светлеешь самородную красой, Миражами заплакавшее небо. Все просияв несет твои слова, И треск стрекоз, И зреющие всходы, И трепет трав, Теплеющих едва, И лепет лос В серебряные воды. 1926. Кучина. Мою прозу, Объяснял Андрей Белый, Надо носить на носу, А не обнюхивать ее по-сумароковски. И тогда она понятна, Как понятна нам песня. Для жителя Марса, Быть может, песня Наидичайшая бессмыслица. Моя проза совсем не проза, Она поэма в стихах, Она написка. Она напечатана прозой Лишь для экономии места. Мои строчки прозы Слагались мной на прогулках, В лесах, А не записывались За письменным столом. Маски – Очень большая эпическая поэма, Написанная прозой Для экономии бумаги. Я поэт, Поэмник, а не билетрист. Читайте меня осмысленно, Ведь и стихи В бессмысленной скандировке Чепуха. Например, Дух отрицания, Дух сомнения, Вместо Дух отрицания, Дух сомнения. Андрей Белый, Маски. Призыв читать Осмысленно во времена, Когда вне направляющей И указующей воли партии И присяжных идеологов Раб Лавров Каралось любое Самостоятельное Обретение цели И значения Мог исходить разве что От юродивого Или самоубийцы. В 1932-м В своем последнем романе Андрей Белый писал Распахнулся ледник. Из него повалили рабочие, Как вырастающие Из качанной капусты. Явился на свет, Черт-де-ре, Забастовочный Весь комитет, Заседавший Бессменно В подполе Под домом, Который Искала полиция, То есть Сей-Женко, Гордогий, Багруни-Бобырь, Умуклюев, Франц Узиков, Саша Шаюнкий. За ними Пабло Пополурум Из Пизы, А из-за заборов Торчало в дыре Гнедоедово Рыло, И выпуклое Багровое, Как голова идиота, Свалилось Огромное Солнце. Андрей Белый Маскин Действительно, Маскин И весьма сомнительная Зарисовка Забастовочного Комитета, Создающая Впечатление Многочисленных Рыл, Явленных на свет Откуда-то Из Свинарника. Все Бугаевы Срыватели Масок. Хотя На выходе Из Летника Получился, Пожалуй, Сюрприз Для автора, Которому Он предупреждал В предисловии. Намерение Неисполнение Тот, Кто намеревается Мыслит Механически, Рассудочно, Квантитативно. Процесс Написания То есть Процесс Обрастания Намерения Как абстрактной Конструкции Образами Есть явления Тех новых Качественностей, В которых Квантитативное Мышление Так сказать Заново Вываривается. Мышление Образами Квалитативно. Мышление В понятиях Квантитативно. Художественное Произведение Есть синтез Обоих родов Мышления. И как всякий Конкретный синтез Оно является Порой Сюрпризом Для автора Андрей Белый Маскин Язык Запрядай Тайным сном Как жизнь Восстань Радуй В смерти, Встань В жерде Кучевым Листом, Встань Тучей Горностаем В тверде. Язык Запрядай Вновь И вновь Как бык Обрадуй Зыком Плоти Как лев Текущий Рыком В кровь О, сердце Взмахами Мелоти Орел Тобой Пересекусь Ты плоти Жесть Ты знанию Числа Хац И Вже Жизнь Христос Иисус Знак Начертательного Смыслу Ты в слове Слова Богослов О, осиянная Осанна Матфея Марка Иоанна Язык Запрядай Тайной Слов О, не понять Вам Гномы Гномы В инструментации Гранный Треск Огонь Вам странно Незнакомый Святой Огонь Свивает Блеск Андрей Белый Первое Свидание В мае 1931 Чекисты Для которых Сам человек Только столб Дымящийся Крови Арестовали Последнюю Любовь Поэта Клавдию Васильеву Арестовали Как видного Деятеля Антропосовского Движения В России Это был Лучший Способ Свести Несчастного С ума В ту же Ночь С полуподвала На Плющихе Был изъят Его архив В детском Селе На квартире Где происходил Арест Белый Набросился На чекистов С криком Почему Почему ее А не меня Я пойду с ней Он вернулся В Москву И обратился С письмом К Сталину То, что я Переживаю Напоминает Разгром Деятельность Литератора Становится Мне невозможной Случай с женой Заостряет Мое положение Уже просто В трагедии Случаев с женой В практике НКВД В последствии Было предостаточно Не менее И трагедии Однако В 1931 Поэту Удалось Добиться Ее Освобождения Преодолев Ход событий Представляющийся Неизбежным После Ареста Муж Клавдии Николаевны Наконец Дал Согласие На развод И 18 Июля 1931 Года Она Стала Супругой Пятидесятилетнего Короля Символизма Есть Такой Старенький Стишок Наши Аполлоны Плохи Сколыбели Снявши Панталоны Ходят В Коктебели В этом самом Коктебели Под горячим Солнцем Я неизменно Спорил С Борисом Николаевичем Бугаевым То есть Андреем Бедным Спорил С ним На мелкой Гальке Устилавшей Берег Самого Красивого На свете Моря Всех Цветов Ну Просто Не море А мокрая Радуга Спорил В голых Горах Похожих На испанские Кордильеры Спорил На скамеечке Возле столовой Под разросшейся Акацией С желтыми Цветочками Андрей Белый Был Старше Меня Вдвое Но Отстаивал Он Свою Веру По-юношески Горячо Порой До спазм В сердце До разбития Чувств До злых Слез На глазах Он Являлся Верноподданным Немецкой Философии Поэзии А я Отчаянным Франкофилам Декортистам Вольтеровцам Раблевцам Стендалистам Флаберовцам Бадлеровцам Мерленистам И т.д. Я считал немцев Лжемудрыми Лжеглубокими Бесвкусными Напыщенными А он Моих французов Легкоумными Фейерверковщиками Фразерами Иронико-скептиками У которых Ничего нет за душой Вероятно Оба мы были Не очень-то справедливы Я по молодости лет А он по наивности Старого мистика С лицом Католического Монаха 12-го века Ведь автор Философии И теории Символизма Книги Стихов Пепел Посвященные Некрасову Хорошей стихи И великолепного Романа Петербург Инсценированного При советской власти И поставленного Во втором Мухате Этот полусоветский Автор Все еще Вертел столы Беседуя С бесплотными Духами Анатолий Марингов Это вам Потомки Истины двоякой Корень есть во всем Этот стал собакой Тот живет котом Всякая собака Лает на луну Знаки зодиака Строят нам судьбу Верная собака В зубы на котом Эту кость Однако Не дерись С котом Андрей Белый Маски Так устроен мир Андрея Белого Мастера Неспособного Художественному Вымыслу Как таковому Язык говорит Больше, чем автор Со бытие С Блоком Штейнером Бердяевым Вершилось Как есть Само собой Некой своей чередой Согласии Или антитезе И совершенно без его на то Изволимой За хвост поднимая Селедку из бочки Селедочной Видишь порой Не селедку, не бочку А мысли мыслителей Гегеля И Аристотеля Андрей Белый Маски Третьим великим Спорщиком нашей компании Продолжает Анатолий Маренгов Был поэт Осип Мандрештам Но у него на споры Было меньше времени Чтобы читать Подлинники Сонеты Петрарки Он тогда рьяно Изучал итальянский язык По толстому словарю Кажется Макарова Поэт дал за рог Ежедневно до обеда Зазубривать Сто итальянских слов Андрей Белый Ежедневно светился Светились его Бледно-фиалковые глаза Его лысина Похожая на Харфоровое Перевернутое блюдце Его редкие Серебряные косночки Красиво обрамляющие Лысину Поэтому вначале Мне даже было Как-то совестно Спорить с Борисом Николаевичем Но постепенно Я привык А Мандельштам Преимущественно Витал в облаках И выше У него тоже были Редкие косночки Но пегие Была и лысина Но еще не фарфоровая Он также напоминал Монаха Но перешедшего В католицизм Из веры иудейской Говорил Осип Емельевич Призабавно Гнусава В гайморитной носе Нараспет Вы знаете Анатолий Сегодня Вымя Заостряло У меня В горле Так в эпоху расцвета Акмиизма Модные поэты Читали в литературных Салонах свои стихи На первых порах Это поглупение Вызывая улыбку Мешало мне дискутировать Но мало-помалу И тут я привык Администрация Нашего Домотворчества Вероятное Испочтение Космочкам Посадила их В столовой За один столик Доброе намерение Совершенно Испортило Обоим Лето Можна Классическая Декламация Осипа Емельевича И невероятное Произношение Итальянских слов Слов Данте И Петрарки Ужасно Раздражало Андрея Белого Мандельштам Как человек Тонко чувствующий Сразу все Понял И это В свою очередь Выводило его Из душевного равновесия В нашей столовой Перерыв между Первым блюдом И вторым Всякий раз Был мучительно длинным Чем же запомнить И как же быть-то В придачу ко всему Мнительному поэту Казалось, что Андрею Белому Он Осип Мандельштам Совершенно неизвестен Вы понимаете Мой друг Он не только Никогда Не читал Ни одной Моей строчки Но даже Фамилии Моей неведая Пел Осип Эмильевич Отводя Меня под руку За тощую Акацию Других Деревьях Как тепели Не было В конце концов Чтобы не сойти С ума От этой Навязчивой Мысли Мандельштам Сбежал Из дома Творчества За десять дней До окончания Путёжки Анатолий Маринов Это вам Потомки Бывало Затеваю Споры Перед всеми Развиваю Я Свои Смесительные Мысли И вот Над бездной Бытия Туманы Темные Повисли Откуда Этот Яролаж Растердится Товарищ Наш Беспечный Франк И вечный Скептик Скажи А ты Не эпилептик Меня Бывало Перебьёт И миф о мире Разовьёт Жил Бородатый Грубоватый Богов Белоголовый Рой Клокочил Бороды Из ваты И обморочил Нас игрой Метафорические Хмурьи Он Бросил Пледные Мозги Лиял Азуревые Дури На наши Мысленные Зги Аллегорическую Копоть Раздувши В купол Голубой Он Дружно Принимался Хлопать На нас Как пушками Судьбой Бросался Облачной Тропою От злобы Лопаясь На нас Пустоголовою Толпою Ругая Нас Вечерний Час Из тучи Выставив Трезубцы Вниз По закатным Янтарям Бывало Боги Женолюбцы Сходили К нашим Матерям Андрей Белый Первое Свидание Андрей Белый Был убежден Что ритм Сложения Индивидуальности В индивидуум Кому Взывает К равноправному Свободному Раскрытию Всех свойств Каждой Из Индивидуальностей В переложении И сочетании Всех видов Связи От каждого К каждому Андрей Белый Трагедия Творчества Достоевский Толстой На закате Дней Поэт Признавался Я себя Мню Открывателем Путей Я, может быть, Жалкий Вагнер Фанатик Праздно Исчисляющий Квадратуру Круга Не мне знать Добился ли я Новых красок Но извините Пожалуйста И не булгарину Двадцатого Века При мне Пребывающему Дано Это знать Лишь Будущее Рассудит Нас Меня И поплевывающих На мой стиль Мою технику Допускаю, что я всего-навсего Лишь Тредьяковский А не Ломоносов Но и Тредьяковские В своих лабораторных Опытах Нужны Самодельные Приборы Весьма неуклюжие Предваряют Усовершенствованные Приборы Будущего Моя вина В том, что Я не иду Покупать Себе готового Прибора Слов А приготовляю Свой Пусть нелепый Я могу показаться Необычным Необычность Неоторванность Необычное Сегодня Может завтра Войти в обиход Как не только Понятное Но и как удобное Для использования Все это Вот к чему Я пишу Не для чтения Глазами А для читателя Внутренне Произносящего Мой текст И поэтому Я сознательно Насыщаю Смысловую Абстракцию Не только Красками Гамму Которых Изучаю При описании Любого Ничтожного Предмета Но и Звуками До того Например Что звуковой Мотив Фамилии Мандро Себе повторяя Вдр Становится Одной Из главнейших Алитераций Всего романа То есть Я как Ломоносов Культивирую Риторику Звук Интонацию Жест Я автор Не пописывающий А рассказывающий Напевно Жестикуляционно Я сознательно Навязываю Голос Свою Средствами Звуком слов И расстановкой Частей фраз Андрей Белый Маски Теперь переменились роли И больше нет метаморфоз И вырастает жизнь из соли И движен паром паровоз И Гревса Зевс не переладит И физик посреди небес И ненароком Брюсов адит И гадость делает ГДС И пролетарий горний лётчик И просиявший золотарь И переводчик, и плетчик И в настоящем Та же старь И зыби зыблемой лазури Когда отвеяна лазурь Цверкай в незыблемой хмуре О, месяц, одуванчик пурь Там обесславленные боги Исчезли в явленную ширь Туда серебряные роги Туда, о, месяц, протопырь Взирай оттуда, мёртвый взорич Взирай, повешенный, и стынь О, злая бешеная горечь О, оскорблённая ледынь О, тень моя, о, тихий братец У ног ты, вот, как чёрный кот Обманешь взрывами невнятиц Восстанешь взрывами пустот Андрей Белый Первое свидание Среди последних работ Андрея Белого Были теоретико-литературные исследования Ритм, как диалектика и медный всадник 1929-й И мастерство Гоголя 1934-й Владимир Владимирович Набоков Приветший в приложении к своему переводу Евгения Онегина на английский язык Сокращённые выкладки Андрея Белого О ритме русского стиха Назвал его «гением въедливости» Летом 1933 года В Коктебеле с поэтом случился Сильнейший солнечный удар Последствиями были инсульт И кончина 8 января 1934 года Но из камеры жёлтого дома Из камеры стены, которой обиты мешками В которой воссело оно в своём сером халате Со связанными рукавами Оно станет молнией с востока на запад Вернётся огнём поедающим Некуда будет укрыться от этого дикого взгляда И некуда будет убрать с глаз долой Стены тюрем вселенных падут И возникнет всё новое Андрей Белый, Маски Но верю, ныне очертили эмблемы вещей глубины Мифологические были, теологические сны Сплетая связи аллегорий, фантомный бес, атомный вес, Горюче вспыхнувшие зори из символов дремучий лес, Неясных образов законы, огромных космосов волна, Так шумом молодым зелёным меня овеяла весна, Так в голове моей фонтаном взыграл, заколобродил смысл, Так вьются бисерным туманом над прудом крылья кромыслы, Так мысли лёгкие стрекозы летят над небом стрекача, Так белоствольные берёзы дрожат невнятицей шепча, Так звуки слова «Дар Валдая» балды над партою болтая Переболтают в «Дар Валдая» Андрей Белый, первое свидание 9 января 1934 года в газете «Известия» за подписями Пастернака, Пельняка, Санникова появился некролог. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу – он создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, Андрей Белый делал это полнее и совершеннее. Джеймс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джеймс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы – Брюсов, Мишковский, Сологуб и другие. Он перерос в свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками. Конец цитаты. Вместе с тем имя жалкого Вагнера русского стихосложения на все лады склонялось после смерти, как и при жизни. Герои, герои воспоминаний Белого, писал не меньший, чем Лев Давидович Троцкий Бронштейн, друг русского народа, нарком Каменев, Розенфельд. «Это галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, убогих и уродов, белый одного с ними поля ягода». Конец цитаты. Первый глава советского государства не пережил коллегу под цеху пламенных революционеров, одного с ним поля ягоду, наркома внутренних дел Генриха Егоду, и был расстрелян 25 августа 1936. Подражание Бадлеру О, слушали ли вы глухое ракотанье меж пропастей тупых, И океану гроз бессильно жалобный, И грозы мирозданья, Аккорды резкие невыплаканных слез? О, знаете ли вы пучину диссонансов, Раскрытую как пасть Между тернистых скал И пляску бредную Уродливых каданцев И тихо плачущих безумств Идеалов? Октябрь 1899. Москва. Бабынин, Младзиевский, Умов, Лахтин. А не показываю ли я читателю коллекции ярких, редких уродств, махровых уродств? Нет, я показываю крупные, редкие, талантливые экземпляры вида Homo sapiens. Но у одних менее обезображены ноги обувью, У других более. Те, кто носит жёсткие башмаки и много ходит, У того больше мозоли. Кто сидит пентюхом, мозоли не имеет. Но мозоли не предмет эстетического разглядения. Покажи, кто свои мозоли ему скажут, О, закрой свои бледные ноги. А в Бабыниных, в Лахтиных, Мозоли большой работы вылезли на лицо И рассеялись на нём бородавками, кричать издали. И люди указывали – какой урод! Урод, потому что много вертел головой В ужасных тисках быта, В результате чего мозоли вылезли И кричат с лица. Никому не вдомёк, что это вопрос обуви, Что надо что-то изменить в производстве обуви И не подковывать так ужасно ноги профессора. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Подковывали и продолжают подковывать. Никакой урок не вдомёк. Царство трупа – вся российская действительность, Заметил Андрей Белый в мастерстве Гоголя. Не иначе, что человеку разумному После критики многоопытных наркомов Следовало поступать как герою Беловского Петербурга. Тут же мысленно он решил окончательно Отныжеваться от ахинеи. Если он ахинею эту не разложит, сознание, В тот час же, то сознание самоё Разложится в ахинею. Ночью на кладбище. Кладбищенский убогий сад И зеленеющие кочки Над памятниками дрожат, Потрескивают огонёчки. Над зарослями из дерев, Проплакавши колоколами, Храм ясница оцепенет В ночь вырезанными крестами. Серебряные тополя Колеблются из-за ограды, Размётывая на поля Бушующие листопады. В колеблющемся серебре Бесшумные возникновенье Взлетающих нетопырей Их жалобные шелестенье. О, сердце тихое моё, Сожжённое в полдневном зное, Ты погружаешься в родное, В холодное небытие. Апрель 1908. Москва. Оглядываясь на детство и юность, Андрей Белый вспоминал. – У вас замечательный мальчик, – Танеев суровейший критик Нас всех говорил. – То же самое утверждал старичок Мой любимый, Буслаев. И я, слыша это, не мог понять, Что они видят во мне. Не знаю, чем был, Разве вот рубежом двухстолетий, Таящимся бунтом, Уже декадентом. Словечка такого ещё ведь и не было. До декадентства я стал декадентом. И до символизма я стал символистом. Явления, связанные мне с последним, Я встретил позднее гораздо, Как возвращение и переживание младенчества. Но по-иному совсем. Не они мной владели, А я владел ими, как символами. Вероятно, для многих несло от меня символизмом. Но символизм восприятий моих Заставлял говорить их. Особенный мальчик. А большинство обособленность мальчика Воспринимали иначе. Я знал, что другая есть партия. У Николая Васильевича растёт сын. Иди в Ватикан. Несообразительный. Посредственный. Глупый. Андрей Белый. На рубеже двух столетий. По смерти поэта, Сообразительная партия большевиков Распорядилась изъять его мозг И тщательно исследовать В специально созданном институте Мозга человека С тем, чтобы разгадать феномен Белого, Проникнуть в тайну его гениальности. Исследования результатов не дали. Я перед вами в верёвках, Но я на свободе. Не вы. Я, в периоде жизни, Которому люди придут, Может быть, через тысячу лет, Я оттуда связал вас, Лишил вас открытия. Вы возомнили, что властны над мыслью моею. Тупое орудие зла, Вы с отчаянием мьётесь от тела моё, Как о дверь выводящую. В дверь не войдёте. Андрей Белый. Москва под ударом. Когда Андрей Белый умер, Мандельштам подвёл свои счёты с ним. Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер. Не Гоголь, так себе писатель, Гоголёк. Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Который шустрился, довольно ушлегок, О чём-то позабыл, чего-то не усвоил, Затеял кавардак, перекрутил снежок, Молчит, как устрица, На полтора оршина к нему не подойти, Почётный караул. Тут что-то кроется. Должна быть, есть причина. Напутал и уснул. Январь 1934. В ту эпоху, названную справедливо сталинской, Смерть для бессмертных была довольно стандартной В тюрьме, как бабель, На этапе, как мандельштам, В подвале чекушки с дыркой, В затылке, как мейрхольд, Или в сумасшедшем доме, как бедный. Анатолий Мариенбов Так это или не так, Оба поэта были немногими Из свободных в условиях, Когда большинство литераторов Побратались с внутренним цензором И полюбили старшего брата. Пусть даже так. О, радость свободы! Не есть или есть, Испражняться или не испражняться Перед блещущими писсуарами, Или отщёлкнуться дверью с ноль-ноль, Щёлком выкинув занято, С кряхтом согнуться, Затылочной шишкою под потолок, Точно кукишем броситься, В корень вглубица речений Царя Соломона. Андрей Белый. Маски. В душе органом проиграв, Ни, как орнамент, полетели, Взбиваясь запахами трав, Взбиваясь запахами метели, И виял май взбивной метой, Июнь серьгою бирюзовой, Сентябрь листвою золотой, Декабрь пургой белоголовый. О, лазулитовая лень! О, меланитовые очи! Ты, колокольчик белый, День, ты, колокольчик синий, Ночи! Андрей Белый. Первое свидание. 1904 год. Журнал «Мир искусства» В статье «Символизм как миропонимание» Андрей Белый утверждал, Исходя из цветных символов, Мы в состоянии восстановить Образ победившего мира. Пусть этот образ туманен, Мы верим, что рассеется туман, Его лицо должно быть бело, как снег, Глаза его два пролета в небо, Удивленно бездонные, голубые, Как разливающийся мёд, Восторг святых о небе, Его золотые, густые волосы. Но печаль праведников о мире – Это налёт восковой на лице, Кровавый пурпур устаивал, Как тот пурпур, Что замыкал линию цветов в круг, Как тот пурпур, Который огнём истребит миры, Устаивал пурпурный огонь. То здесь, то там, Мы в состоянии подсмотреть На лицах окружающих Ту или другую черту святости. То лазурно бездонные очи Удивят нас, И мы остановимся перед ними, Как перед пропастями, То снеговой оттенок пчела Напомнит нам облако, Затуманившее лазурь. Блеснёт вечность На детски чистом лице, Блеснёт и погаснет, И не узнают грустные дети Печать какого имени у них на челе. Зная отблески вечного, Мы верим, Что истина не покинет нас, Что она с нами, С нами любовь, Любя, победим, Лучезарность с нами. О, если б про сияв мы вознеслись, С нами покой И счастье с нами. Андрей Белый. Священные цвета Осип Эмилевич Вандельштам Называл его выпрямитель сознания Ещё нерождённых эпох. Наблюдение и опыт Лежали в основе моего символизма. На рубеже двух столетий Дышал гранёный мой флакон, Меня онежили вайт розы, Зеленосладкие, как сон, Зеленогорькие, как слёзы, В маестрофические дни И в симфонические игры багрея Зрели из зари Дионисические тигры. Перчатка белая в руке, Сюртук зелёный, с белым кантом, В меня лапзавшем ветерке Я выглядел немного франтом, Умея дам интриговать Своим резвящимся рассудком И мысли лёгкие пускать, Как мотыльки по незабудкам. Вопросов комариной рой Умел развеять быстротечность И озадачить вдруг игрой, Улыбкой брошенную в вечность. Андрей Белый. Первое свидание. Как многие гениальные люди, Сообщалось в известиях, Андрей Белый был соткан Из колоссальных противоречий. Человек, родившийся в семье Русского учёного, Математика, окончивший два факультета, Изучавший философию, социологию, Влюблённый в химию и математику При не меньшей любви к музыке, Андрей Белый мог показаться Принадлежащим к той социальной Интеллигентской прослойке, Которой было не по пути с революцией. Если к этому прибавить, Что во время своего пребывания За границей Андрей Белый учился у Рудольфа Штейнера, Последователи которого стали Мракобесами Германии, То тем существеннее будет отметить, Что не только сейчас же, После Октябрьской революции, Андрей Белый деятельно Определил свои политические взгляды, Заняв место по нашу сторону баррикад, Но и по самому существу своего творчества Должен быть отнесён К разряду явлений революционных. Этот переход определяется Всей субстанцией Андрея Белого. Борис Пастернак и другие, Андрей Белый, Микролог Духовный, Негреховный свет, Как нежный свет снегов нездешних, Как духовеющий завет, Как поцелуи зовов нежных, Как струи слова Заратустур Вставал из ночи темнолонный. Я помню переливы люстр, Я помню зал белоколонный Звучит Ветховеном волной, И благородное собрание, Как мир родной, Как мир весной, Как старые драмы замираньки, Как то, что смеет жизнь пропеть, Как то, что веет в детской вере. Андрей Белый, Первое свидание. Программа, Составленная студентом Борисом Бугаевым И обращенная к пересозданию действительности На путях культурного праксиса, Многоуровневая субстанция Андрея Белого, По которой надо уметь подниматься и опускаться, Не могла быть выполнена ни студентом, Ни профессором, Ни жизненным временем Белого И нескольких поколений. Это был заговор против тысячелетней культуры, Выветрившийся в тысячелетний склероз. Таким образом, во мне ряды интересов, Не сталкивающихся в одной плоскости, А лежащих, так сказать, рядом на слоении, Образующих этажи, По которым надо было уметь подниматься и опускаться, Вот эти этажи в одном разрезе. 1. Факты наук 2. Соотношение методов 3. Увязывающий методы центр Или проблема перевода данных метода В форму выражения другого метода Например, явления, истолковываемые, Как ритм, В явления, истолковываемые, Как форма энергии, И так далее. 4. Сфера символизации, Или культурного праксиса, Творящего акт познания, Не отвлечением от действительности, А пересозданием ее. В первой сфере я был Механицист, Нарвинист, Во второй – Методолог, Сильную склонностью Рационализировать и теоретизировать, В третьей – Я был символист, И в последней сфере Стояла проблема, Которую я еще неотчетливо себе осознал, Проблема действия Или активного созидания И разрушения, Право, на которое он мне дал бы символизм, Забронированную методологию И умением владеть фактами Научного мышления. Нечего говорить, Что я себе начертал план, Который не в силах были выполнить Ни я, Ни мое время, Ни даже несколько поколений. Передо мною стояла Не более, не менее, Как программа Осуществить революцию быта, И я, провидя ее, Бился, как рыба об лед, Все никак не умея Приступить даже мыслями К этой программе максимума, Видевшийся мне как заговор Против тысячелетней культуры, Выветрившийся в тысячелетний склероз. Как бы я не вооружал себя Философски, эстетически, научно, У меня не было одного из главнейших орудий К пониманию себя и своей проблемы, Именно социологического вооружения. В этом пункте я был совершенно безоружен. Мой ответ на социальную неурядицу Непримиримый, непроизвольный анархизм И отрицание не только государственности, Но и общественности, Построенной на государственности, Огребенной на рубеже двух столетий. Я отстрадал и жив. Еще за мураш навий Из сердца изредка свой подымает писк, Но в переполненный, пересиявший яви Тысячемолненный, гремучий светом диск. Мне снова юностно, в душе, в душе кликуше, Былые мглы и дни раздельно прочтены, Ты, ненаглядная, ах, оветряет уши Отдохновительный, веселый свист весны. Все, все отчетливо, углублено, понятно, В единожизненном рожденье я и ты Могла лишь ресницами рождаемые пятна, Стена не солнечной, без стен высоты. 1926